здравствуйте дорогие телезрители мои подписчики на канале youtube сегодняшняя тема малина и вот эта вся делянка она посажена лунками занята малиной она конечно вылезает за пределы моих этих ромбиков но она не лезет никуда не в огород не к соседям потому что я ее тщательно пытаюсь все-таки кормить некоторые вообще ничем не кормят я в курсе и не поливает водой а потом спрашивает а че мне малины почки не распускает а что она дура что ли и же есть надо и пить надо как всем нормальным растениям значит вот я стою около стволиков малины и хочу да вот они всякие разные смотрите вот это похоже старые прошлогодние видите да вот еще один прошлогодний а вот это новенький вот это новенькие а почему они не вырезанные сказать а потому вот по кочану как я люблю говорить не вырезанные потому что я осенью стараюсь как бы максимально оставить все что выросло и иногда оставляю старые зачем для снега задержания я их связываю в пучки вы прекрасно все видели и вот эти старые ветки они какой-то знаете основой являются они крепко стоят и они да тоже как бы да имея определенные объемы их тут несколько они тоже будут задерживать снег а это очень важно для плодовых кустарников поэтому осенью ничего не обрезаем пожалуйста можете вырезать если она у саша очень густая можете вырезать старый отплодоносивший у старый отплодоносивший лопнула кора вот обратите внимание видите лопнула кора а вот у молодой веточки ну вот эту давайте рассмотрим видите абсолютно гладкая кора ничего нигде не лопнуло их легко отличить запутаться невозможно теперь значит к весенней обрезке мы подошли все прекрасно малина распускает почки а у вас чешутся руки а вы уже не знаете хватаете секаторы в обе руки и несетесь на малиновую делянку чтобы все пообрезать ну зачем вы это делаете ну рано еще пускай она проснется она такая красотка посмотрите у нее уже и листики наметились и почки плодовые вот если вы сейчас ее обрежете она такая останется с двумя плодовыми почками из пазухи листа а вот если вы ее обрежете когда полностью распустятся все листья и станут взрослыми вот тогда из пазух этих листьев выйдут еще ветки ветки на которых в разы больше будет малины чем на одной из пазухи чем на двух почках плодовых вы это понимаете и и как ее нужно обрезать так вот чтобы малина плодоносила ежегодно очень хорошо так же как ежемалина так же как ежевика которая прямо стоячая нужно обрезать ее всегда на одном и том же уровне вот выберите себе малину вот она у меня в закороте я выбрала вот свое плечо вот на этом уровне я и обрежу все ветки сейчас не буду трогать потому что вы сами понимаете это просто кончится очень плохо но когда придет пора когда распустятся полностью листья тогда обрежу все ровненько будет и красивенько и малина ежегодно будет собирать свои питательные вещества именно подгонять к этому месту и вы поймите что она тогда распределить свои соки там где есть плодовые почки вы ей то даете расти сколько хотите то обрезайте не вовремя но не делайте так сейчас малина нужно поливать ну конечно вы уже ее подкормили мочевины разбрасывали в сухом виде можете подкормить еще один раз в жидком виде но лучше если вы все-таки возьмете препарат который называется амафос где в составе фосфор и азот и фосфора 52 процента это корнеобразователи это то что располагает растение к подношению к цветению причем очень обильному а нам что от малины надо сначала цветы потом ягоды и еще обратите внимание сколько у меня крапивы в малине видите а это две подружки малина и крапива они просто неразлучны как бы вы не старательно не убирали свои делянки крапива все равно вырастет какое-то волшебство просто но я крапиву пока не убираю потому что догадались правильно потому что нам нужен дачный коктейль сейчас она еще в половину выше станет и всю выпалю и отправлю туда куда и положено в бочку видите какая она красавица кстати сказать двудомная крапива очень хороша в зеленых щах вот жгучая короче не очень это у которого так вот много веточек а вот двудомная пожалуйста вы можете сушить и это лекарственное прекрасное средство видите что у меня в руках это старые стебли крапивы прошлогодние которые ушли в зиму и как бы до весной вот они такие сухие зачем я это показываю а это для рукодельников кто умеет крапиву обработать так чтобы из нее потом спрясть полотно сначала нитки потом полотно ее надо слегка подмочить и вот таким образом ее нужно мять мять до тех пор пока вот это все не превратится в легкое легкое такое пушистость тонкие тонкие волокна потом это придется как обычно а потом из этого плетутся вяжутся ткутся рубашки все что угодно вот износа практически нет так утверждают ученые рубашки из вот из крапивы они конечно дороговаты но наверное они того стоят потому что это удивительное растение которое не знаю придумано наверное на только на благо человеку ну правда когда упадешь велосипеда в эту крапиву не очень приятно на этом я закончу всего доброго и до свидания и